Всем добрый день, с вами канал Питомник Милы, я Людмила Горбунова. У меня питомник в Сибири под Красноярском, в городе Железногорск. Саженцы в закрытой корневой и примерно 150 сортов гортензии. Места нет совсем. Мы купили вот такие хлебницы, это бабочки, хлебницы дальше. И поставили вдоль дома. Здесь ткань, специальная ткань. Чтобы трава не росла. И постелили опилки. Две у меня по 4 метра, одна-два метра. Получается, две мы скрепили между собой, что подлиннее, а одна маленькая. Каждый сезон мы отодвигаем их в сторону. Сейчас пригласила ребят, они мне отодвинули. Вот сюда, потому что с крыши падает снега. Ну, бывает даже до окна. И их начинает давить, но, конечно же, их сломает. Весной мы вернем их обратно. И сюда буду уже ставить пораньше, доставать. Все вам буду показывать гортензии, которые будут черенковать или которые сейчас у меня в хранилище. Да, Компот? Холодно? Вот, вот. Настает. Капает. Капает. Ну уж вышло, покажу, что я сейчас еще сделала. Все-таки решила достать древовидные. Древовидные у меня были вот здесь вот. Стояли в домиках. Мне помогли отковырять лопаты ломиком. И я хочу их убрать в термос. Потому что древовидные сложнее черенкуют, чем метельчатые. И у нас морозы за 40 метельчатые. Все равно древовидные я все-таки решила вернуть обратно на хранение. Это маточные кусты. Ничего никуда не убирала. Остались на улице. И часть череночники в тепличке опустила на песок. Вот это с чего резать, это с чего резать. И там еще немножко с чего резать. Здесь в грунте посажены. Зимуют они великолепно, без проблем. Открыла хлебницы. У меня еще есть хлебницы. Вот вчера поменяла местами. Та сторона была влажная, эта сухая. Вот они пока полностью вот так вот. Раз, я их поменяла. Здесь летние черенки, метельчатые гортензии. Я их оставила до весны здесь. Например, взять Самарскую лигию. Здесь почти в одну палочку. Это летний черенок. Я, скорее всего, каждый обрежу. Верхний черенок. И тем самым сформирую кустик. Ну, вот палочка, видите. Вот так вот раз, 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 раз. И будет пышный кустик. Это я приготовила. Несколько штук. Строн Канабель. Прямо вот четыре штучки. Остальные все это малы. Так и будет открытый. Снег навалит. Или буду местами менять. Рамы вот эти вот. Или туда буду, ну, сама подгребать снег. Здесь, здесь. Вот. А сейчас мне еще помогли теневку снять. Вот теневку, потому что, ну, нежелательно, так как снег будет плохо падать. Лучше, конечно же, ее убрать. Конечно же, у меня в термосе отобраны. На отправку отправляю я по всей стране. Ну, было вообще 150 сортов. Готовы на отправку порядка 100. Сейчас уже, конечно же, поменьше. Но все-таки в одном месте большое количество. А вот эти, смотри, снежок. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. А вот это летние черенки. Наоборот, они прямо самые маленькие, но удаленькие. Я не боюсь, что они замерзут. Ничего с ними не будет. Вот это взять. Вот это Самарская лидия. Маленькие. Даже если макушечка подмерзнет, ее надо отрезать. Даже здесь можно снять несколько черенков. Еще сейчас, если получится, я вам покажу, как растения под снегом дышат. Снег только ночью нападал. Снег был, растаял. Здесь нападал ночью. Вот эти вот не путайте. Это я не отправляю. Это будет готово. Раскустятся, нарастут в мае месяц. Это граундбрекер. Красивый в термосе, в хранилище. Эти остаются вот так вот. Ну, так как свежий снег, очень сильно сейчас не видно. А вообще, вокруг кустика, вокруг корня, прямо вот такая проталина. Видно, что растение дышит. Это у нас сегодня стойка снега. Это еще мало. Надо укладывать на бочок. У меня очень много я не укладываю. Так зимует не первый год. Видите, вот здесь засыпает, как ветром. И получается, что здесь будет даже, может быть, наполовину. Вот так вот все закрыто снегом. Снег – это самое лучшее укрытие. Это самое лучшее. Это одеяло. Я против спонбонда, потому что будут мыши. А траву я не раскладываю. У меня кошки и собачки. Этого я делать не буду. Морозы у нас, я говорила, за 40 и еще ниже бывают. Но метельчатые очень зимостойкие. Они холода не боятся. Древовидные также. Но мне для черенкования все-таки решила убрать их обратно. При минус 10 они будут. Также плодовка, декоративка. Компот нельзя. Куда залез? Куда залез? Нельзя. Что, не видишь? Дорожки есть. По дорожкам ходим. Замерз, наверное. Ну все, они у меня так пробудут. До следующего года. До следующего года. Надо занести такой вот кустик. Ну вот, вам показала. У нас сейчас небольшой минус. Даже маленечко подтаивает. Все с растениями хорошо. Как зимует у вас? Меня многие очень удивляются. Также соседи, кто приезжает, надо покупать питомничек вот всего. Вот такой небольшой. Как у вас зимует? Я говорю, вот так, Диего. Вот здесь. Убираете? Нет. Убирают только для того, гортензи, чтобы мне отправлять по погоде еще и до зимы, и зимой немножко, и ранней весной. Заявки на WhatsApp только. Нигде больше я там не читаю. Отправка 4, 5, 6 и более сортов. Или набор опт, 50 штук. Ассортимент на особых условиях. Саженцы предлагают не вот эти, не путайте, а которые у меня отобраны самые лучшие, которые будут свести на следующий год. С каждого вы можете взять хотя бы 10 черенков. Это я так уж говорю. Я могу взять и 20, и 30, и 50, и так далее. Вы, взяв даже штучек 10, вы в разы оправдаете свои затраты и даже не заметите, что вы потратили. 50 сортов, например, купить в одном месте, это прямо, это класс. Это уже коллекция. Такая хорошая, достойная коллекция. Всех благодарю. Подписывайтесь. Также веду телеграмму ежедневно. И сегодня еще покажу вам, может быть, работу в теплице, если сил хватит. И сегодня я готовлю на отправку заказы. Завтра поеду в СДЭК. Спину меня отпустило. Завтра я уже смогу отвезти растения. Всем всего хорошего. До свидания.